Книга «Открытым оком», тема женщины, седьмой том, вопрос 1812. «Случается, что муж застает жену с другим и убивает ее вместе с ее Давидом? Что посоветовали бы таким уриям делать в подобной ситуации?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Говорят, чужую беду руками разведу, а своей толку не дам. Не дай Бог иметь такую эмансипированную Еву, только не убивать. Вариантов много. По шкале веры легче всего простить и принять ее. Пониже будет проучить, как Христос учит церковь, когда она ему изменяет, ибо здесь прообраз налицо» – Ефесянам 5,24. «Но как церковь поминуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Там же 32-33 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя». А жена да боится своего мужа. Можно по закону, дозволяющему развод. Можно просто встать и уйти. «Но сегодняшняя Зоя начнет судиться и кроме дома отсудит у тебя и зарплату, и посадить может, найдя свидетелей, что он ее бил или насиловал». Павел преподобный, 4 октября. «Сей Павел был земледельцем в одном селении. Человек он был не ученый, душой уже был весьма прост и незлоблив. Он вступил в брак женщиною, красивой лицом, но дурной по своей душе и поведению. Долгое время она тайно от мужа вела прелюбодейную жизнь. Однажды, возвратившись с работы домой, Павел застал жену свою с другим. Тогда, немного усмехнувшись, сказал он прелюбодею. «Хорошо, хорошо, я совсем не обращаю на это внимания. Призываю во свидетельство Иисуса Христа, что я не желаю более жить с нею. Вот ты обладаешь ею, посему и детей корми, а я уйду и стану монахом». И тотчас же, оставив ее, Павел ушел из дома. Никому он при сём ничего не сказал. И порочную свою жену нисколько не укорил, Но молча пошел в пустыню. На танцплощадке драка, как всегда, Какой-то грех скупясь не поделили. Впорхнула без раскаяния беда, На одного с ножами и убили. Ах, сколько узких мест по темноте, В воротах нужно боком потесниться, И собеседники со мной опять не те, И, не по-моему, кошмарный сон приснится. Не спорь о деле для тебя ненужном, На храпом у прилавка не дави. Не промолчишь, и будет только хуже, А крик в горах – начало для лавин. Ответом крутким утешаешь бурю, Смиренная жена убузатера. Не воздержание да сподливом дури, Обиды прежние расстравливает теркой. Когда несправедливо упрекают, Губам твоим по леницу подносят, Не торопись размахивать руками. И оправдание размазывать под носом, Молитву сотвори неоднократно, Из глубины сердечной рученьки воздень. Не промолчишь, найдешь на поле ратном, Трапезой хищником не стать бы в этот день. И даже прав ты, даже всех правей, Но посмотри, кто здесь перед тобой. Для дерзких губ, морщин и для бровей, Незамедлительно смирением дай отбой. Дрожанье рук, коленей, языка, Водою разума, без хамства охлади, Потеря отступления так легка. С тобой, Господь, ты явно не один, За истину, за слово и еговы, Вот здесь свой меч изнужен извлеки. С тобой, Христос, Он разобьет оковы, Противников несметные полки. 24 августа 2003 года. Игла.